Вот мы наконец прибыли, тут потрясающий вид, потрясающий вид. Тут довольно сильный ветер, но еще более потрясающая, помимо вот этого вида, вот эта вот крепость, которую построили якобы австрийцы, чтобы оборонять вот эту гору от горных кос, потому что от чего-то другого ее тут оборонять глупо. Вот очень глупо оборонять, строить эту крепость для обороны, когда вот туда можно подтащить, можно расхерачить, тут все к чертовой бабушке. Вот очень странные австрийцы, которые построили эту крепость. Сейчас мы будем изучать, какие умные австрийцы, которые построили вот этот ров, за каким-то хером, вместо того, чтобы вот просто вот здесь вот делать по внешнему контуру небольшую стеночку. Ну вот они вот так вот сделали чуть ли не огромный ров, но зачем-то вот там вот внизу сделали такую же, как варвармаз, подстроечную камеру. Потому что все вот это, все вот это, это большой антенный комплекс. А антенны могут не только принимать, но и излучать. Потрясающе. О! Прилетало по этой крепости и не раз. О, тут, наверное, дверца была, подозреваю. И не только дверца. Что-то еще, но вряд ли это можно назвать дверью. Ух ты ж! Ух ты ж, потрясающе! И еще один ров, типа вторая линия обороны. И вот такие странные бойницы, чтобы, видимо, кто туда упадет, чтобы их пристреливать. Ну, а вот это, наверное, чтобы нападающие за ними прятались, да? Вообще, кроме шуток, потрясающее место. У меня нет слов. Просто нет слов. Вот зачем делать этот ров, когда вот так вот можно построить, вот это вот все можно построить на вершине и отстреливаться. Какие глупые австрияки! Какие глупые! Ну, вот, судя по цвету вот этого, там нехилой энергии гуляли вот здесь по контуру. Офигеть! Вон, а наверху вот эти вот железочки. Вот эти железочки. Вот эти железочки. Это, видимо, прицелы. И ни разу не купола. Ты снимаешь? Нет. Снимай тоже. Так, будем ходить всегда налево. Пошли. Ух ты ж! А вот это что, завтраки подавали, либо еду? Ух ты ж, а фонарик мы не взяли. Вот косяк-то, а. Снова косяк. И солнца нету. Под землю что ли? Да, под землю мало солнца. Ух ты, идем вниз. Какие-то полочки. Это ж какая тут супер-оборона должна быть. Чтобы стрелять, получается, вот-вот в ров. Как же так мы фонарик забыли, а? То же самое. Здесь пока мало что интересного. Какой-то туалет. Перерыв. Стеночка. А тут подпол такой. А я уж тоже не знаю, куда уходить. Мы заблудились. Ага. Это, видимо, вентиляция. На самом деле волноводы. Мне так кажется. Я окей. Нет, я не окей. Мы тут уже заблудились. Пять минут как же ходим, мы уже заблудились. Ай. Классно. Классно. Железки. Тут был какой-то лифт вверх. Ты видишь это? Вот тут помещение. Вот они, эти балки. Которые идут вверх. То есть по ним что-то поднимали, но непонятно что. Причем дальше вот. Вот она, балка идет вверх. И слева две. Вот назначение вот это вообще непонятно. Ладно. Но это тоже вот не для вентиляции явно. И прямо под и здесь вот какое-то непонятное отверстие. О, какой-то хор погрязших душ. Опять так строили. Опять какой-то туалет непонятный. Вот технически, вот для чего это нужно? Вот, если бы я строил дом, хер бы я здесь этот туалет сделал. И вот это железки. Вот. Количество железных балок тут просто умиляет. Пойдем сюда. Ходить не переходить. О, сверху. Хрень какая-то. О, да-да-да. Это такие же люки. Да, и вот такая же тут железный купол, из которого вот такая бойница. Такая же, как и в армации. Ну, для вентиляции. Явно для вентиляции, да? Для каши солнышка. Да, точно, и для освещения. Ни разу не волновод. Ага. Обычный каземат. А вот еще один такой же. Хорошо, что здесь солнышко посветило. Как в армации. Точно такая же штука. Вот тут пушечка ходила. Вот направляющая. Вот свод. Вот пушечка была подвешена. Раз, два. Отсюда волновод шел сверху, энергия подавалась на эту пушечку. Вот направляющая. Это не похоже, это копия. И вот отсюда выходил волновод, подавалась энергия из пушечки сюда. А если по официальной версии, они стреляли точно в ров. Даже если вот это вот убрать, зацементированное. Вот они. Вот они железные, до сих пор эти направляющие остались. Круто. Круто. И вот здесь вот такая же была, только маленькая направляющая. Супер. Вон наша машинка. Ну, идем, смотрим дальше. Попробуем забраться наверх. Круто. Вот тут было подвешено, и тут было подвешено. Устройство, которое стреляло типа сюда. И вот оно ходило по направляющим. На самом деле вот этим вот, вот, вот здесь вот крепилось. Излучатель был здесь. Излучатель, который стрелял снова в ров. Потому что тут была стена энергии, она чуть больше, либо чуть меньше. В общем, фазированная антенная решетка, где луч излучения направляется ни в коем случае не механически. А усилением излучения каждой ячейки фазированной антенной решетки. Вот он, вот он, крюк для чего-то большого и тяжелого. Вот он. Вон волновод. Круто. Потрясающе. Вот они. Сейчас попробуем добраться наверх. Забраться. По одной из башенок мы поднимаемся наверх. Тоже снимай. Ух ты ж. Круто. Вот тут все эти башни нахрен не нужны. Один пулемет поставь, и круговой обстрел тут будет. Вот, а, волновод выходит. Супер. Опаньки. Опаньки. Ну, чем не головка антенны? 896-й, говорят. Шкода сделала. Ну, конечно. Нахера. Шкода это сделала. Чего тут пиликает? Вот это вот, нахера. Один в один как в армации. Один в один. Потрясающе. А ветер просто стоп-валит. А ветер, да, здесь сильный. Ну, мы выбрали самую такую нежарную погоду. Специально. Вот. И вот там вот бойницы, так называемые, которые в армации я показывал. Один в один этот аппендикс. Видимо, отстреливаться. И стрелять только по тем, кто в ров попадет случайно. А вот так стрелять нельзя, да? Ну, как бред официальной истории. Еще один аппендикс. Еще один излучатель. Они так свастикой идут. Один. Потом вон там второй свастикой. Потом там третий. В принципе, трех достаточно. И вот излучатели главные. Вон там один купол. И вот другой. И это... Вот вообще не уверен, что это... Вот это так и было. Вот это так и было. Какой-то Б-25. Ну, типичный купол. Вот здесь вот что-то было. Какой-то крестик. Какая-то антенна излучающая. Вон там тоже были. С красной ртутью. Инструменты. Это тоже не направляющие для обстрела. Тут стояло оборудование. Вот эти вот тоже вот дырточки. Не для того, чтобы патроны класть. Для этого есть другие вещи, инструменты и все прочее. Идем к главному куполу. Вот это главный излучатель. Из которого шел луч вверх. И этим лучом стреляли в нехороших сущностей, которые к нам прилетали. Вот. Вот это все объяснить так. Ух тыщ! Это супер. Это что-то с чем-то. Вот это явно не для того, чтобы помолиться. И не для того. Вот здесь вот я даже знаю, что это жидкость была. И это явно не для того, чтобы крышу сделать. Чтобы не пробили снарядом. Тут снаряд с любого места прилетит и мало не покажется, если это снаряд. Эту крепость официально построили... Блин, ветер. Эта крепость построена в конце 20 века. 19 века, то есть. И в начале 20 века. А в Армадз построен в 16 веке. Но это, блин, это братья-близнецы. Причем это... Вот этого в Армадз уже нет. Уже убрали. А здесь еще оставили. Лень. Здесь даже ни одна падла не притащила. Вот. Вот это вот зачем? Вот это вот зачем дырочка? Отстреливаться. Здесь что, пушки были внутри? Вот. Вот он излучатель. Узнаем головку антенной... Блин, это... Пультиковая антенна. Только большая. И вот они. Регуляторы. Вот оно тут ходило, крутилось. Вот он излучатель. Это наша станция орбитальная, ну... Скажем так, оборона. Но не орбитального щита, а просто станция обороны. Вот этим лучом оно схерачило, избивало все, что прилетало. На многие-многие километры. Вот она. Вот она. Излучающая головка вот этого огромной станции. Тут луч вот так мог ходить. Вот. Куда направят. Потрясающе. Вот оно. Это не от дождичка. Вот оно. Подержи. Попробую запрыгнуть. Ни куда, но снимать. С козлика поиграй. Ну вот, для тех, кто фанат официальной истории, предлагаю угадать. Нахера там вот это вот все? Огромные балки. Огромные балки. Сейчас лишь бы камера не навернулась. Вот. И вот. Вот там внизу красная ртуть. Отсюда шло излучение. Вот эти балки ходили, поворачивали все. И направляли излучение под поворотом вот этой излучающей головки. Вон там подстраивалась. Блин, тонкая подстройка была вот этими. Блин, ни хрена не слышно. Совет, а нихера. Пошли просто снимать. Куда снимаешь тоже? Блин, всегда снимай. Вторая подстроечная головка. Две маленькие, одна основная. Напротив каждого излучателя. Три. Их хватит. А, еще одна подстроечный выступ. Клитр какой-то. Третий. Вон, я говорил, свастика. Это третий. Третий. Супер. Вот он, вот он, вот он. Вот это затем для того, чтобы стрелять. Стрелять, естественно. Во врагов. Причем лучники. Нахрен. Какие тут враги? Ну, какие тут враги? Кому нахрен сюда нужно забегать? Случайно. По пьяни забредешь, потом замучаешься выходить. Предполагаю. И вот еще одна направляющая головка. Вот специалисты по антеннам. Ух ты ж, вот он. Здесь куполок был такой маленький. Еще один. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Эскодапилсен. Эскодапилсен. Вот что такое эскодапилсен? И такое же. Вот отсюда вот. Вот она вот так крутилась. Хер знает как. Вот тут какая-то антенна была тоже излучающая. Какой эскодапилсен? Хер его знает. Номер. Точка. Эскодапилсен. Вот. Кое-куда апельсин хер его знает. Но то, что это техническое сооружение, и вот-вот здесь вот тоже вот пушечка типа была, стреляла вот так, излучатель. Для меня никакого сомнения. Сейчас зайдем. И вот еще один, да, последний. Вот они все. Вот свастикой такой четыре излучателя. Закручивала, то и направляла. Круть вообще. Круть. Если меня тут не сдует, сейчас все покажу. А, воно, иди в обход. Вот оно. Ну, это для вентиляции. Ну, понятно же. И вот эта вот хрень тоже для вентиляции. И вот это вот. Это просто вот тут заржавело, а тут нет, да? Или это все-таки от энергии некоторых. Ух ты ж, ух ты ж. Класс. Классно. Классно. Попробуем пойти вниз другим путем. Обратно. Сейчас я сниму оборудование какое. Осталось. Супер. Ну, и вот такие же выемки. Ой, камешков не хватало, да? Ох, ты ж. Опа. Опа. Это листовое. Железо, балки. Очень мощные, большие. Пушечка была, вот так ходила туда-сюда. Две маленькие излучения. Точно так же, как на... О, смотри, вот оно. Вот туда идут эти балки вниз. Зачем-то. Вот это что за оборудование? Как ты думаешь? Это вообще прелесть. Это роскошно. Если нас здесь не сдует, блин. Это ружья, мы будем спускаться сдует. Машина сдует. Это вообще потрясающе. Вот эта дверца, непонятно куда и как идет. О, вот тут башенка и все, и все. И внизу ничего. Снаряды хранились или что? Официальная версия – это бред полный. Ладно. Самое главное я показал. Четыре излучателя, три таких купола, тоже излучающих. Два луча. Один на один чуть меньше энергии пошло влево. На тот чуть меньше энергии пошло вправо. Влево-вправо. О, коровки пришли к нам. Сейчас попробую поснимать еще. Ну, это просто прелестно. Я не могу просто отвести свой взгляд от этой прелести. Снимаю 4К. Потрясающе. Это единственный случай, когда осталась часть допотопного оборудования наглядно. Наглядно. Лень кран привезти и сдать металлогон. Просто кому-то будет ввести. Ну, это здесь не антенны. Это не антенны, а луч здесь хреначил. Это излучатель. Один из которых было бы в Береже полно. Который не уничтожен, а остался. И который, скажем так, забыли. Вот. Это, блин, не совпадение. И который, скажем, мягко забыли демонтировать. Вот он, заливка. А там, а вот там как будто потопные обычные камнями. Вот. Вот это могли бы назвать крепостью 15-го века или 13-го века. Если бы не вот эта железка, сказали бы, что это 15-го века. Турки построили. Как в Старый Град. Как в Ольце. Тут все турки строили, оказывается. Ну, вот она ходит. Вот направляющий. Ну, супер. А будь это в городе, назвали бы местом для помолиться. Крест вы поставили и все. Зачем вот такое? Так строили. Кстати, ржавчины нету. Вот нету. Она желтая, но она, это не ржавчина. Это не ржавеет. Это тот металл топотопный, который не ржавеет. Все, что включусь. Я думаю, что это принесло. Ну, вот чем не крепость какая-нибудь шведская, викинговская? Вот как Старый Град, Старый Бар. Одинаково. Блин, холодно. Ну, красоте. Ну, красоте. Прелесть просто. А это явно для гнезда, для пулеметчиков, да? Арбалетчиков. Вот это как делали австрияки любимые, которые построили? Чем они тут резали? Супер. Супер. Вот то же самое. Вниз идет дверца. А что за ней, непонятно. Вообще, 915 налепили. Но я могу 2021 написать. И что? Вот то же самое. Те же самые сверху. Хрени. Балки. Вот они. Очень крепкие. Очень крепкие. Ну, и излучатели. Это уже совсем заржавело. Это, видимо, позже сделали с этим деревом. Вот он, заливка. Мегалитическая. Та самая. Это заливка. Все. Вот оно, заливка. И вот это вот. Это с тем же успехом допотопная заливка. Вот она. Ну, чем не скандинавская какая-нибудь крепость? 13 века. А Франции таких полно. Один в один. Ладно. Все. Идем вниз. О! Причем это влито сюда. И не заржавело. Вон там свежее сверху крышу. Сделали новую. Может быть, на самом деле, австрияки. А это вот старый металл. Можно брать образцы и изучать. Ну, вот. Вот старая система вот этого свода. Да. Это вот старая крыша. А вон там новую. Вон. А вон там новая крыша. При обороне немножко взрывом ее расхерачило. И вот сделали новую. Вон, видно. Другой металл. Ой. Другой материал. А там другой бетон. А вот старая крыша. А вот старая крыша и старый способ своды делать. Помимо вот этого. Круто. Это тоже старая. Аккуратно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот он Субтитры создавал DimaTorzok 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 Идем сюда Вот он волновод куда-то наверх Пытаемся понять Вот он И вот тут какая-то лесенка была И видимо вон там вот этот излучатель В общем с первого раза мы не нашли туда Внутрь затык Заход Ну для первого раза достаточно Это просто прелесть Это просто прелесть Один излучатель Там второй И сверху это потрясающе смотрится Походим Как можем Еще по окрестностям Ну да Это вон там нужно как-то забираться О Ага Если с этого входа есть туда Возможно То надо подняться на крышу И пролезть Супер Сейчас попробуем Вот это не прямая Вот что-то было еще маленькое Ну это блин Спутниковая антенна Вот что внутри тут Кверх ногами Но лучше чем ничего И Ух ты ж Потрясающе Туда можно забраться Ух ты ж Попробую забраться Там лесенка Там лесенка вон есть Супер Супер А вот тут что-то свинтили Тут видно что-то было тоже С жидкостью красной Супер 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 А Ух. Дальше Дальше Ух. Просвет Ух. Просвет . Субтитры создавал DimaTorzok